Фёдор Шаляпин Фёдор Шаляпин Фёдор Шаляпин История Большого театра хранит имена великих артистов, музыкантов, художников, создателей национального оперного искусства. Фёдор Шаляпин, Леонид Собинов, Антонина Нежданова – эти имена составили эпоху в русском искусстве. Их творчество – вершина реализма на оперной сцене. Фёдор Шаляпин Эти драгоценные кинокадры Запечатлели великих деятелей театра, музыки, литературы, Чья жизнь и творчество приковывали к себе внимание миллионов людей, Интерес и любовь к которым были поистине всенародными. Они воплотили красоту и величие народного духа. Их объединяло стремление к утверждению художественной правды, Великих традиций русского реалистического искусства. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И печальна наша беседа, и радостна. Печальна, потому что все мы подвластны одному и тому же закону. А радостно, что мы вспоминаем тех, которых каждый человек, Любящий искусство, всех её проявления, должен помнить те имена, Которые жили и творили. И мы были сопереживателями, имея в виду участие в спектаклях и просто восхищение от тех спектаклей, от тех концертов и так далее. Ну, речь идёт о троих корифеях русской оперы. Для нас, учащихся молодёжи 20-х годов, имена Собинова, Неждановой и Шаляпина были высочайшей вершиной вокального искусства. Мы не могли мечтать о возможности достигнуть этой вершины. Но каждый из нас стремился упорным трудом идти в своём развитии желанной цели. Мы часами слушали граммофонные записи корифеев русского оперы искусства, изучали биографии великих артистов, жадно вчитывались в подробности их творчества. Блестящим был дебют Неждановой в роли Антониды. В Большой театр пришла певица, которую так долго ждала русская опера. ПЕСНЯ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Из скромной, незаметной учительницы я стала артисткой первого театра в России, вспоминала Антонина Васильевна Нежданова. На его сцене выступали Леонид Витальевич Собинов и Фёдор Иванович Шаляпин. Это был точно прекрасный волшебный сон. Выступление в тех операх, в которых участвовал Фёдор Иванович, было для меня настоящим праздником, говорила артистка. Он вносил столько жизни, веселья, юмора, был так неподражаем в Доне Базилио. Однажды во время шума на репетиции он вскочил и закричал «Перестаньте шуметь, не мешайте петь Неждановой, ведь это, быть может, наша будущая гордость, наша слава». Эти слова глубоко взволновали начинающую певицу. Она запомнила их на всю жизнь и всегда стремилась оправдать их. Кто-то, может быть, это Кропивницкий, который написал «Соловейку» под впечатлением Неждановой. Я лично помню Садовский Николай Афанасьевич, такой корифей, и директор театра, вернее, и хозяин театра он был. Я уже был с ним знаком, это наше советское время, я приезжаю каждый год в Киев, он говорит, «Нежданова, это моя Нежданова, я ее создал». Когда-то Голованов спрашивает меня, «Откуда ты взял Шарахманину и назвал ее Камертоном?» А я говорю, «А тебе что?» «Важно, чтобы это было так». Друг и наставник Неждановой Константин Сергеевич Станиславский говорил, «Чудесная и удивительная Антонина Васильевна, Знаете ли, чем вы прекрасны? В вас соединились серебристый голос удивительной красоты, талант, музыкальность, совершенство техники с вечно молодой, чистой, свежей и подчас наивной душой. Она звенит, как ваш голос. Вы как птиц поете, потому что вам надо петь, потому что вы не можете не петь». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Пел я Елен Грин. Субтитры создавал DimaTorzok Я даже не знаю, почему сейчас не идет эта опера Потому что тенора есть, колоратуры есть, басы есть Опера сама за себя поет Правда она тяжела, скажем, для тенора Ну, занимается, в конце концов, там ничего мудреного нет И вот в третьем акте меня ранят, убивают насмерть, и решили индусы, что я уже мертвый Ну, меня принесли там, шалаш возле салаша, я лежу и так далее Антонина Васильевна, значит, изображает лякме страшно участливо По голове мне гладит Вот, и я шепчу, не надо, то стекочет А это публика не слышит Она мне шепчу, что же вы портите фигуру Ни черта не понимаю, почему У вас же фигура хорошая, а вы сделали так А что значит, что я сделал? Вы можете заснять Одна нога под ногу И ясно, что человек болен, его ранили в спину кинжала И поэтому я фигурацию изменил вовсе не, ну, не оперную будем так в кавычках И она тут же говорит, подумаешь, Станиславский во время своих актов Вот такие вот вещи Был ей юбилей, я пел третий, да, я, кажется, третий акт А Леонид Витальевич, нет, Леонид Витальевич пел третий акт, особенно А я пел второй акт И там по арию пою Потом она приходит, дуэт И есть такое там фартиссимо Вдвоем мы в унисум поем Ах ты, ра-ри, ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра Она меня любит, я ее люблю И так далее И она садится на колени, чтобы всю жизнь делали Это как она рослая Фижмы эти, понимаете Я где-то пищу там, понимаете А меня не видно Потому что, ну, гоморический хохот Публике Выходим на поклон Вот над чем смеетесь-то Столетие вам кланяется, понимаете Так имеется в виду Леонид Витальевич Она и так далее Так что она не лишена была Этой великой ценности Когда в человеке присутствует юмор Как Антон Павлович Чехов говорил, что Человек без юмора, он неполноценный человек На протяжении всей жизни Нежданного сохраняла душевное обаяние Юную свежесть и искренность чувств И это передавалось ее голосу Внутренний мир певицы Необычайно гармонировал с поэтическими образами Опер римского Корсакова Первой в ее исполнении была царевна Волхова За Волховой последовали Снегурочка Шамаханская царица, Марфа Ненаглядная краса и царевна Лебедь Особенно Антонина Васильевна любила Образ Марфы в царской невесте И подал над головой Размер над небом И подал Ах, и вновь Заскал его Заскал его ПЕСНЯ Субтитры подогнали Симон. 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 Субтитры подогнали Симон. 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 И вот эти пластинки граммофонные, там было записано пение Леонида Витальевича. И мы слушали, как затаив дыхание. Это было так очаровательно, так чудесно. Вот это и было моё первое давнее знакомство. Я вам скажу, когда примерно это было. Очень давно это было. Это было так примерно в 1913-14 году. И после этого мы узнали, что Леонид Витальевич приезжает иногда в музей в Чайковском, в Модесту Ильичу. Тогда у нас у молодёжи возникла мысль. А что, если нам попытаться проникнуть в музей и попросить Леонида Витальевича, может быть, он согласится выступить и дать концерт у нас? Ну, Леонид Витальевич, это был необычайный душевности человек. В особенности к молодёжи, он относился с такой открытой душой. Он говорит, конечно, конечно, где эта молодёжь? Давайте её сюда. Мы пришли туда, и так вот застенчиво говорим, Леонид Витальевич, мы бы вот очень просили вас, может, вы согласились бы выступить в концерте. Причём сбор будет в пользу бедных семей, учащихся. Он говорит, ну, тем более, я согласен, я выступлю. Мы тут же быстро организовали этот концерт. Моментально все билеты были у нас, конечно, распроданы. И вот, наконец, мы видим Леонида Витальевича, живого, уже не в граммофоне, когда он выходит на эстраду с такой обаятельной улыбкой. И так чудесно пел. Я помню отлично, что это был концерт в так начале лета, конец весны, когда у нас весь наш город был наполнен ароматом сирени, черёмахи. И вот мы все провожали на вокзал Леонида Витальевича. На вокзале мы его засыпали цветами, он благодарил нас очень, возвращались мы оттуда как-то, вы знаете, с каким-то удивительным духовным настроем, я бы сказал, с какой-то наполненной душой, с какой-то романтикой. Я люблю вас, я люблю вас только, как одна безумная душа поэта, еще любить осуждена. Всегда, везде одно мечтанье, Одно привычное желание, Одна привычная печаль. Я отрог был тобой пленённый, Сердечных мух ещё не знав. Я был свидетель умилённый Своих младенческих собак. Синих ранительной дубравы, Я разделял свои забавы. Я люблю тебя, Я люблю тебя, Как одна душа поэта только любит. Ты одна в моих мечтаньях, Ты одно моё желание, Ты мне радость и страданье. Я люблю тебя, Я люблю тебя, И никогда ничто, Не охлаждающая даль, Ни час разлуки, Ни веселья, Шум неотрезвя, Души согретой Детственным огнём Услышав Собиного в роли Ленского, Модеста Ильич Чайковской сказал, Как жаль, что брат не дожил до такого Ленского. Произошло чудо полного перевоплощения певца в образ. До появления Собиного публика не представлял себе иного Ленского, Кроме своего любимца Фигнера. Драматический тенор Николай Фигнер Исполнял эту роль, Не расставаясь с мефистофельской бородкой и усами. Но когда увидел Собиного в Ленском, Он совершенно изменил трактовку образа. Это был триумф Собиного. Публика увидела и услышала Настоящего Ленского, Пылкого, восторженного юношу-поэта, Наделённого неуловимой Собиновской грацией, Богатством и щедростью его души. С января 1927 года я работаю в Киевском театре. Мне поручают подготовку партии Онегина и сообщают, что Ленского приедет Пет Собинов. 20 февраля 1927 года. Я прихожу на спектакль за два часа до начала. Рядом с моей уборной была артистическая уборная Леонида Витальевича. Он уже был в театре. Ни жив, ни мёртв я начинаю гримироваться. Перед самым началом спектакля вдруг слышу звонкий голос. «А где же мой Онегин?» Стук в дверь, входит Леонид Витальевич Собинов. «Мой Онегин? Приятно познакомиться. Я ваш Ленский». Увидя моё смущение, Леонид Витальевич начал объяснять, почему он опоздал, всячески стараясь вывести меня из состояния чрезмерной взволнованности. Через несколько минут я совершенно успокоился, и мне казалось, что наша встреча не первая, а по меньшей мере сотая. Для меня этот день остался памятным на всю жизнь. Свою любимую партию Онегина я впервые спел с лучшим создателем образа Пушкина и Чайковского с Леонидом Витальевичем Собиным. Мы спрашивали Леонида Леонидовича, «Ну скажите, пожалуйста, ну вот как вот вы занимаетесь пением? Что это может быть для драматического актёра?» Он нам говорил, «Во-первых, пение. Почему человек поёт? Поёт, потому что, значит, у него так переполнена его душа, что он уже не говорит, а поёт. Вот так же вы, когда играете на сцене, ведь то же самое. Вы, должно быть, ваша душа так переполнена, что вам хочется рассказать об этом персонаже, людям рассказать. Поэтому наполняйте ваше сердце, вашу душу искренностью, глубиной, человечностью. Заметьте, что эти качества, это как раз отличают именно русскую школу. Русскую школу и пения, и сценического искусства. Потому что, вы знаете, взять верхнее до, конечно, трудно, но этому ещё можно добиться. А вот, чтобы отдать своё сердце, отдать свою душу, это не так просто. Надо быть очень глубоко, куда-то такой вонзаться, входить в жизнь другого человека. Вот этому вас учат ваши учителя, мои друзья. Учат Станиславский, Миро Ильич, Данченко. Прислушайтесь к ним, прислушайтесь к Качалову, к Москвину, к Леонидову. Воспитывайте вот это. Это будет жить вечно в искусстве. Потому что это есть самое главное. Это есть человечность. Это есть жизнь человеческого духа. Вот Леонид Витальевич нам давал, преподавал такие очаровательные, дорогие уроки, творческие. Но такие же уроки мы получали, кстати, от такого тоже великого певца Фёдора Ивановича Шаляпина. Я помню, такой эпизод был. Дочь его, Ирина Шаляпина, она была моим товарищем, мы вместе в студии были. Играли мы такой спектакль «История лейтенанта Ергунова». Когда сказали, что вечером будет Шаляпин на спектакле, я думаю, о, это невероятно. Я пришел за два часа гримироваться. Слов у меня в роли не было. Я загримировался, какой-то невероятный лейтенант себе наклеил. Каким-то таким, понимаете ли, звероподобным итальянцем, что ли, загримировался. Невероятно. Луиджи его звали, кстати говоря. Я думаю, ну раз Луиджи, значит, итальянец. После конца спектакля мы просили Фёдора Ивановича, чтобы он остался с нами побеседовать. Он согласился. Он сказал, вот я сегодня слушал вас спектакль, смотрел. Над чем вам надо работать? Над речью, над словом. Вы плохо владеете словом, плохо не любите слово, мало любите его. Владейте речью, владейте пластикой. Все эти выражительные средства имеют огромное значение для актёра. Потому что при всём даже иногда верном вашем внутреннем поведении, если это у вас не хватает выразительных средств, тогда это останется всё при вас. Вот обращайте внимание на это. Вот посмотрите. И нам стал, значит, показать. Вот смотрите, я базилию. И, значит, тут же он без грима, без костюма изобразил нам пластически этого самого базилия. А вот теперь я вам покажу, значит, Бориса Гудунова, тут же Бориса Гудунова. Или там Дон Карлос Филиппа. Это опять другой. Он сразу здесь перед нами сыграл три различных совершенно пластических образа. Совершенно разные. Вот обратите на это внимание и занимайтесь этим. Потому что это есть область актёрского мастерства. Скажите, Светланочка, простите, пожалуйста, я вас перебиваю. А вам удалось Шаляпина послушать? Да, вы знаете, один раз в жизни я слушала Фёдора Ивановича. Я была в Риге, вернее, папа с мамой и я были в Риге. И туда на гастроли приехал Фёдор Иванович. И пел Бориса Гудунова. Папа очень любил его как артиста, очень ценил, восхищался им. И поэтому он сказал, нет, раз такой случай, ты обязательно должна послушать. Хотя тебе и 10 лет. И я вот в 10 лет слушала Фёдора Ивановича и запомнила на всю жизнь его в партии Бориса Гудунова. А я его первый раз слышал ненамного старше вас. Мне было лет 15, по-моему. То же самое. Первый спектакль, в котором я слушал Шаляпина, это было не в Большом театре, у Зимина. Тоже Бориса Гудунова. И вот этот чур-чур меня я помню до сих пор. Бориса Гудунова. КОНЕЦ О, тяжело, дай дух переведу. Я чувствовал себя, как нехило в лицо, и тяжело опускал. О, тяжело, дай дух переведу. Да, ежели в тебе бедно единое, единое случайно свело то, Тогда беда, и рад бежать, да некуда. Душа горит, нальется сердце ядом, и тяжко, тяжко встанет. Что молотом стучит в ушах, упреком и проклятием, и тушит что-то, тушит, и голова тружится, и мальчики, да, мальчики кровавые в глаза. Он, он там, кто это, там, в углу. КОНЕЦ 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 Оля, народа, журт! О, журт, журт, журт! Журт! Господи, Ты не хочешь Смерти грешника, Помилуй душу Преступного царя Бориса. Шаляпин как бы перенял предшествующее ему начало, так сказать, фундамент заложенной реалистического искусства. И уже развил его до таких размеров, который являлся в будущем как эталоном всего искусства оперного. Он не ограничивался только чисто звуковым, звуковой стороной исполнения. Для него слово, для него фраза, для него краска каждого слова, интонация имела большое значение. Говоря о легендарном имени Федора Ивановича Шаляпина, Который являлся гордостью национальной, Перешагнул рубежи своей страны, Показал невиданные до сели раскрытия образов сложных психологических, характер глубокий. Это непревзойденный исполнитель, который останется в веках. «Одним великим художником стало больше», – писал Стасов, когда на сцене появился молодой Шаляпин. «Жизнь наша на сцене в музыке», – говорил сам певец. В музыке он улавливал тончайшие очертания характера, Движение человеческой души и живую речь персонажа со всеми интонациями его голоса. В опере Мусоргского Борис Годунов, помимо царя Бориса, Шаляпин создал еще и образ Варлаама. Мне приносят партитуру оперы, в которой я должен петь известную роль. Я читаю партитуру и спрашиваю себя, что это за человек? Хороший или дурной? Добрый или злой? Умный? Глупый? Честный? Хитрюга? Или сложная смесь всего этого? ПЕСНЯ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Пластика каждого момента сценической жизни персонажа представлялась ему в скульптурно-выразительной форме. Шаляпин, для которого материалом служило его живое тело, лепил себя на глазах у зрителей. ПЕСНЯ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Все его разносторонние дарования певца, актера, художника, скульптора соединялись в процессе создания сценического образа. Его гримы были настоящей живописью на живой фактуре лица. Когда мне однажды пришлось увидеть, писал Рубен Николаевич Симонов, как после спектакля Шаляпин снимает грим, у меня было такое ощущение, будто безжалостно смывается замечательная картина. А доводилось ли вам быть свидетелем того, как Федор Иванович создавал образы своих оперных героев? Ну, конечно, нет, потому что все его образы были сделаны до меня. Но случилось так, что Кончак, он делал Кончака в Париже, и вот тут я видел, как он создает эту роль. Ну, и как работает актер над ролью? Конечно, это, знаете, это не то, что сидит и что-то зубрит и учит за столом. Весь процесс происходит в уме, и важно иметь кого-то, с кем можно говорить. И вот мы ходили по Парижу с ним вместе, и он мне рассказывал, как должен получиться Кончак в этой опере. И стал мне рассказывать. Ну, и потом уже на спектакле, перед спектаклем, я видел, как он гримируется, как он ножницами резал брови, примерял, поправлял, понимаете, и создал его в какой-то час, без всяких, так сказать, предварительных репетиций, в смысле грима, понимаете. Ну, и получился вот его кончак, такой, знаете, как Атиула, как он говорил, он как степной орел, понимаете. Ну, и потом вот костюм был очень простой, потому что он как будто приезжает с соколиной охоты. Ну, и я ему сказал, отец, ты бедно одет как-то, тем более, когда девочки приходят, все танцуют, они все разряжены, а ты такой какой-то бедненький. Ну, и нашли мы выход из этого. Он на выставке в советском павильоне купил бухарский халат. Замечательной красоты. Он одевал этот халат и превращался в богатого хана. Федор Федорович, я помню, вы мне показали фотографию даже Федора Ивановича в этой роли. Да. Может быть, мы покажем ее через рейд? Да. Где она? Да вот она, да. Вот. Вот она, вот фотография. Федор Федорович, я помню, вы мне показали, что это не так. А? 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 Нет, 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 гнязь, нет, нет, ты здесь не пленник мой. Ты ведь гость у меня дорогой. Я храбр, я смел, с дрока я не знаю. Все боятся меня, все тропешут кругом. Но ты меня не боялся, пощады не просил снять. Ах, не врагом мы твоим, а союзником верным, а другом надежным, а братом твоим. Не хотелось бы быть и поверь мне. Но, как известно, помимо этой партии и партии Кончака, Федор Иванович не пополнил за рубежом свой оперный репертуар новыми ролями. Почему это произошло? Да, милая, потому что условия не те, что были в России, когда все было к его услугам. Он пел, скажем, Бориса Годунова больше всего, потому что эта опера была во всех репертуарах театров мировых, а других ролей не было. Например, он демона не мог петь, где же там он его будет петь, когда даже эту оперу не знают. Ну и условия были совершенно неподходящие, как это было в Москве, скажем, когда он работал в Большом театре. Ну и он пел просто старый репертуар, то, что было. Все, что русское ему было, мило. И всегда вспоминали, говорили о родине. Он всегда вспоминал и говорил, что самая лучшая публика для него была, конечно, русская. Прекрасный рыцарь мечты Дон Кихот – одно из последних творений Шаляпина. Федор Шаляпин, Леонид Собин, Антонина Нежданова – первые русские певцы, чьи имена стали произносить в Европе с уважением и восторгом. Восхищаясь мастерством замечательных артистов, европейская публика поняла и признала русское оперное искусство. Они утвердили традиции русского оперного реализма. Шаляпин, Собинов, Нежданова – их искусство уникально. Они не имели себе равных ни в родной стране, ни за рубежом. Константин Сергеевич Станиславский сказал, «Они жили и творили однажды, навеки и навсегда». Константин Сергеевич Станиславский Константин Сергеевич Станиславский Константин Сергеевич Станиславский Константин Сергеевич Станиславский